В Твери практически завершён капитальный ремонт Бурашевского путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Сейчас полностью открыто движение в двух направлениях. Осуществляется благоустройство прилегающих территорий. А в центре города идёт строительство нового пешеходного моста через Смаку. Выполненные работы на двух сооружениях оценил губернатор Игорь Руденя. Спустя год в Твери завершился ремонт Крупского моста. Напомним, что с 11 августа можно было проехать по двум полосам. А уже в минувший понедельник движение возобновилось по всем четырём. Теперь и автомобилисты, и пешеходы могут свободно передвигаться по мосту. Здесь сняли рельсы, положили свежий асфальт, поставили новые фонари, проложили коммуникации. Мост в отличном состоянии, полностью отремонтирован. Движение, как видите, по четырём полосам, было по одной полосе. Тротуар полтора метра, был 0,75. То есть, ну, великолепный мост получился, я считаю. Сейчас подрядчик благоустраивает прилегающую территорию, красит пролёты, осуществляет установку дорожных знаков. В ближайшей неделе планируется закончить все работы. И в процессе приёмки качество работ и их полнота будет ещё проверено специалистами. Общаясь с журналистами, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что следующий этап работ – это расширение Бурашевского шоссе до трассы М-10, до четырёх полос с разворотами. То же самое касается пешеходных переходов, которые уже будут усовершенствованы, доработаны, замена ламп освещения. Поэтому и город, и область работают слаженно. Мы считаем, что в ближайшие два года мы уже основные магистрали уже сформируем, и ими можно будет пользоваться в полном объёме. Ещё один мост, только пешеходный, на котором ведутся работы через Тьмаку. Он соединит между собой остров памяти и набережную Михаила Ярославича. Недавно здесь начался один из ответственных процессов – установка пролётных сооружений. Это металлические балки, которые соединяют между собой две бетонные опоры, создавая единую конструкцию моста. В данный момент монтируется вторая главная балка, которая впоследствии будет обвязана связями. У нас пролётное строение состоит из двух главных балок с поперечными связями. Общий тоннаж которых – 75 тонн. Для подъёма балок используют сразу два стреловых крана большой тоннажности. Работа кропотливая и ответственная. Поверх главных балок будет установлена монолитная железобетонная плита, а сверху уложат древесную доску. После начнутся работы по созданию пешеходного пространства моста. Всё идёт по графику. Строители сегодня делают очень большой и грамотный объём работ. Мы видим, что всё у нас сегодня и в том числе со смежниками, с предприятиями, которые производят металлические конструкции, идёт в соответствии с ранее намеченными планами. Напомним, согласно данным официального опроса, проведённого городской администрацией, большинство жителей проголосовали за то, чтобы мост назвали монастырским. Итоги будут учтены при присвоении наименования после завершения строительства и ввода моста в эксплуатацию. Продолжение следует...